Пилигримы и рыбаки, короли и паяцы, изысканные красавицы и сельские бабушки. Одной фразой – царство образов, красок и стиля. В экспозиции порядка 50 живописных картин в масле и 20 изделий из керамики. Это работа Анатолия Концуба за последние несколько лет. В год своего 70-летия мастер подготовил выставку, которая отражает его творческий путь – поиски, озарения и достижения. Путь меня, как художника во времени, раз. А посмотрите на мои работы. В них очень много работ, которые либо вневременные, либо направлены в какие-то времена, времена исторические, будь то Древняя Греция, будь то христианская мифология, будь то какие-то, значит, других, вообще безвременных. И у меня даже бывают работы, где в одной картине люди с разных времен присутствуют. Поэтому это тоже путешествие во времени. На открытии выставки сквозь время первые лица города, коллеги по цеху, друзья и близкие. В подарок юбиляру цветы, презенты и почетная грамота от исполкома. Но самое главное для художника – признание. Это человек очень широкой и глубокой души, который умеет чувствовать свет, цвет и композицию. Его работы все наполнены светом, колоритом мощным и мощностью активного мышления, которое есть у него. Мастер живет и работает в Бобруйске с 1971 года. В тогда еще 15-м ущелище он давал уроки начинающим керамистам. Позже сосредоточился на живописи. Сегодня его картины представляют большой интерес для ценителей прекрасного, коллекционеров и искусствоведов. Полотна консуба отличает глубокая художественная мысль, особое цветовое и композиционное решение. Они полны гармонии и умиротворения. Сквозной мотив его творчества – это лодка, ладья жизни или телега жизни, допустим, куда он помещает самые дорогие ему образы. И этот образ тоже самое связан, конечно же, с внедренностью творчества Анатолия Александровича в мировую культурную традицию. Кроме того, творчество Анатолия Консуба получило широкое мировое признание. Художник – обладатель престижных наград и постоянный участник республиканских и международных выставок и пленеров. А в 2018 году Анатолию Александровичу присвоено почётное звание члена-корреспондента Международной академии культуры и искусства в Москве. Я вообще человек, который откликается на любое приглашение. Я вот только что приехал с Бишкека и через месяц отправляюсь ещё в более интересное путешествие. Меня приглашают в Тибет. Тибет – это вообще такое что-то заоблачное. Выставка будет проходить сама в Хиньяне, а потом будет поездка в Тибет. Оценить вклад художника в культурное наследие города можно до конца следующего месяца. Выставка сквозь время расположилась в галерее Бобруйска. К слову, после закрытия экспозиции мастер пообещал подарить часть работ Фонды художественного музея. Людмила Любимцева, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.